следующий архетип у нас романтик этот архетип мне очень хорошо знаком к сожалению или к счастью не знаю это действительно очень романтичный такой человек знаете который немножко витает в облаках человек который хочет порхать прям вот как бабочка по жизни наслаждаться быть счастливым радостным беззаботным беспечным и на самом деле вот так романтики относятся ко многим очень вещам им очень сложно быть серьезными видите это такой контраст очень сильный да с тем же например банкиром и романтики в общем-то к деньгам относится довольно беспечно с одной стороны они так довольно оптимистично верят что да еще деньги будут да ничего страшного при этом они достаточно импульсивно деньги тратят могут накопить но опять же больше для того чтобы потратить на что-то более крупное так вот чтобы просто накапливать деньги ради денег такое у романтика вообще не водится и что происходит да то есть романтик ценит больше не деньги а те позитивные эмоции которые на них можно купить почему-то он искренне верит что можно за деньги купить радость счастье удовольствие чувство своей ценности чувство любви к себе но и поэтому как раз это те люди которые наиболее склонны пойти себя побаловать вот мне грустно значит пойду на шопинг когда вот меня кто-то обидел мне надо срочно поднять самооценку поэтому пойду куплю себе что-то красивенькое или например вот просто сегодня у меня такое настроение что я хочу покушать в кафешке и дома не хочу готовить ну в общем романтик в принципе старается избегать всего что его как-то угнетает всего что ему кажется неприятным некомфортным неинтересным или скучным вот и поэтому конечно же заниматься серьезно ведением там учета своих расходов и доходов ему это сильно не нравится думать всерьез о том как нести ответственность например за свой бизнес тоже не любят романтики но это скучно да это не весело в этом нет никакого удовольствия поэтому лучше я буду порхать с работы на работу иметь какие-то подработки не имеет никаких сильных обязательств и просто всегда верить что деньги еще придут и деньги конечно к ним приходят как раз таки энергии изобилия очень любят вот таких жизнерадостных позитивных людей но проблема с деньгами в том что это энергия которая любит все-таки серьезное отношение к себе а романтик это такое скорее альфонс который знаете сегодня с одной завтра с другой и никому он толком не привязывается и ни за кого он толком не хочет нести ответственность да и он ну как бы не обязательный такой товарищ и деньгам это не нравится и если в общем-то романтик фокусируется больше на получении удовольствий так они все равно приходят пишет аня романтик я согласна да проблема в том что это стратегия со временем становится совершенно неэффективной и ну как бы опять же на чем романтик фокусируется мысленно да ведь он не фокусируется мысленно на том что у него есть много денег он даже не всегда фокусируется на том что у него есть какой-то стабильный доход достаточно большой чтобы он мог жить себе удовольствие романтик все-таки больше фокусируется на том как избежать некомфортных негативных неприятных ощущений и И, соответственно, именно это он в свою жизнь не притягивает. Видите, вот с архетипами, опять же, какая история. Если мы неосознаны, то мы очень легко в эту спираль такую нисходящую как бы впадаем. Как это работает? Романтик, да, например, он пытается избежать негативных каких-то эмоций. Пошел, потратил деньги. Он потратил деньги, и теперь ему нужно снова деньги зарабатывать. А это тоже неприятные эмоции, да, думать о том, где взять деньги, как их заработать. Все это не очень приятно обдумывать. И, ну, эти неприятные эмоции он тоже хочет каким-то образом заглушить. Пойдет еще потратит, побездельничает, потратит время, там, не знаю, еще что-то, да. В какой-то момент он начинает бояться, что, ну, может быть, как-то, да, ему вообще туго придется. И, ну, вот эта спираль закручивается, да. Чем хуже он себя чувствует, тем больше он тратит. А хуже он себя чувствует именно потому, что он изо всех сил пытается не чувствовать себя плохо. И вот тогда это все к нему в жизнь и притягивается. Надеюсь, я объяснила понятно. Чуть-чуть сумбурно получилось. Да, деньги к романтику приходят, но это совершенно неконтролируемый процесс. Непредсказуемый, нестабильный. Ну, и поэтому бывают ситуации, знаете, когда деньги нужно прямо сегодня, а сегодня они не пришли. И что тогда делать? Вот тут у романтика начинается проблемка. У каждого архетипа в глубине души есть какая-то очень сильная эмоциональная потребность. И они пытаются за деньги эту потребность как-то удовлетворить, но это невозможно. И деньги об этом тоже прекрасно знают. И деньги иногда, знаете, они специально перестают приходить к нам и говорят, ты давай реши свою внутреннюю проблему, и тогда мы снова к тебе придем. Потому что иначе, пока ты пытаешься все это купить за деньги, и деньги у тебя вроде как есть, ты никогда не начнешь свою внутреннюю проблему решать. Но вот если мы говорим проблема правителя, то это очень сильная нехватка вот этого чувства достоинства своего, чувства значимости. У накопителя это очень сильная нехватка чувства безопасности, да, такого базового по жизни. У романтика это сильная нехватка чувства любви к себе, чувства, что я любим. Ну, к чему все эти вот балования себя, к чему все вот эти подарочки по поводу и без повода? Это как будто бы я хочу почувствовать, что я любим, да, что у меня достаточно чувства любви. Но это так не работает. Сначала нужно научиться любить себя, и потом уже с деньгами все будет хорошо. Сначала наша внутренняя, да, чистота вибраций, и тогда она начинает потом резонировать с вибрациями из внешнего мира, и начинает подобное притягиваться к подобному. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...